Работали в штатном режиме, было очень много таких экстренных ситуаций. Опять еще поступило два человека с отравлением грибами, и один достаточно серьезный. То есть было такое мускарено подобное. И зрение терялось, и гиперсолевация. То есть поэтому еще раз призываю всех не собирать грибы на территории города Желтая вода. Это именно те, кто собирал у нас на территории, прям по улице Петровского собирает, в детском папке. Вот здесь толково собрали грибы, свинушки. Это полуядовитые грибы, кстати, еще надо быть привыкли. Ну достаточно серьезные. Еще раз скажите о грибах, но в привалках. Пожалуйста, если вы не знаете особенно какие грибы, я понимаю, что это дешевле, чем купить в магазине, но очень тяжелый случай поступает. Действительно уже так, с потерей зрения, мы восстановили, капали практически трое суток. Ну в общем-то такая ситуация есть. И были, теперь еще тоже были, отправляли ребенка с травмой, с позвоночника, но хорошо хоть компрессионные. Потому что начались вишни, начались черешни, лазят по деревьям, падают. То есть у нас сейчас травматологическое отделение занято тоже. И криминальные травмы, и травмы такие бытовые. И сейчас готовится тоже приказ. Требуют все и компании страховые, и плюс кто имеет больничный лист, это тоже считается страховой случай, чтобы обязательно любая травма, любая, даже если это бытовая, чтобы обязательно были обследованы все на алкоголь. Потому что все заинтересованы в том, что оплатить больничный лист меньше. У нас, к сожалению, сейчас работает только один алкотест, у нас их три. Два пришло, не прошли по верху. Мы будем решать вопрос, как купить и как организовать это, чтобы можно было проходить и во взрослой поликлинике. Потому что некоторые отказываются, но, к сожалению, по приказу мы обязаны всех обследовать. Это не кровь из вены, там это когда криминальные только случаи, а в принципе хотя бы алкотестом для того, чтобы могли определить и ставиться отметочка в больничном листе. А страховые компании все требуют. Случаи были тяжелые по родильному отделению, два кесарева. Одно из них достаточно сложное было отслойка плаценты. Хорошо, что у нас работает трансфузиология, было использовано достаточное количество раз. Мы вышли своими силами, достаточно было крови. И плюс вчера, в субботу вернее, отправляли тяжелую тоже женщину. Четвертые роды, три перед этим было выкидыша, 24 недели беременности. Мы согласовались с перинатальным центром Днепропетровска и экстренно успели довезти туда, потому что это ребенок где-то должен был 600-700 грамм. То есть это перинатальные центры. Ну что такое еще? У нас поломалось два рентген-аппарата. Скопию пока не делаем. Пытаемся своими силами у нас хороший мастер, который сам может это сделать. Он нам настроил сейчас флюорограф. И попытаемся, чтобы на неделе рентген-аппараты заработали. Плюс получили уже приказ о том, что на неделе будут больничные листы. У нас задолженность 1800 больничных листов. Понятно, что если люди услышат, что есть будут очереди, мы планируем так распределить по дням, насколько мы сможем пропустить и выдать этих больничных листов. Потому что 2000 практически за день выдать невозможно. И там идет какая процедура? Нужно сначала у Бекаревича на ЛКК внести в журнал, написать в карточке, что идет замена больничного одного на другой. Потом переписать его, потом еще раз на ЛКК подписать. Поэтому это такая вот процедура ни одной минуты. И понятно, что мы будем начинать с февраля, либо кто там в экстренном порядке, если кто-то куда-то уезжает. Но чтобы максимум могли в день выписать, ну сейчас ребята определят, какую пропускную способность мы сможем определить.